Давайте, вы задаете вопросы, а я отвечаю, потому что я не знаю, что сказать. Давайте. Только помедленнее. Да, вот. Сотер за ход. Я сам, в смысле, когда я играл, я сам не совсем понимал, что... То есть я бы сразу понял, в чем смысл, но никакой теории я здесь не знал. А ход не такой слабый. Я 6 плохой ход, явно. Да, я не думал, что он плохой, я думал, что он слегка второсортный. Да... Ну, беда в том, что, как бы... Слушай, ну, он пошел из 3, Никита, он в следующем ходом пойдет Е4. Ты что, этого не понимал? Да, ну как не играть? Ну, коньца 6. Ну, Е4. Да, ну да, но все же. Ну, побили, побили, у него же какие-то обломки в центре. Кого побили, Д5. Д5? Что, скинуть можете? А в него было, его никто не закатывал. Я закатывал. Серьезно? Ты закатывал Бейла, зачем? Я зачем закатывал Бейла? Да. А кого крепить? Понятно. А кого закатывал Никита? Я закатывал Мюдлера. Кирилл закатывал Ухаку. Ну вот, а мы с Артем... Потому что я почти закатывал Хеннесси. Он у меня удержался, он может... Вот, буквально до последнего момента, до начала встречи. Он тот, что очень красиво себя сделал. Я... Еще будет. Ладно, я пойду. Ну, ничего, один. На... Я оставлю вас на пару минут. Ну вот, и дело в том, что это ДЕД5, но я понимал, что наверное, так и надо играть. Ну и конь Е5, да. Да, ну, понимаете, здесь конь Е3 пойдет стою еще потом? Ну и теперь Е6. Конь Е3. Ну, побили, побили, побили на Д5. Е5? Побили просто. А, Е5. Ну, я вот до этого момента досчитал, и это все... Так и надо играть черными. Компьютер это подтверждает. Я, вон, я даже это понимал, но решил не связываться. Потому что он так уверенно это все исполнял. Пошел Е6. Ну, в принципе... Сейчас ДЕ-то сильная угроза. Белом, уж пешка висит. Белом надо играть Е5. Получается французская. После того, как он же 8. Только, заметно, надо уходить... Ты выиграл эту партию, да? Ну да. Ну да, счет справа. Ну, а ты только с разницей один мяч выиграл. Да. Один мяч. Я выиграл дополнительное вейро, судя по количеству ходов. Ты не видишь. Ну, под конец, да. Ввалил. Ну, конечно, надо уходить на G8, потому что уходя на G7 нет перспектив. Согласен. На G8 у него много. В общем, перспектива поле F5. О, это так красиво. Поля может отмечать? Да. Ты купил, что ли, такое? Час бейзи? Купил, да, именно так купил. Некуда деньги девать от Петрова. Убил, но бесплатно. Петрова некуда деньги девать. У него, смотрите, крестиком отмечается. А? Что за тип? Пускай пореспонсирует турниры, Феникс. Все равно ты их выиграешь. Это неплохо будет. Ты можешь так издеваться над народом. Каждый раз ставить на первое место приз. И забирать его. Нерваться на читерах. Ну. Ну ладно. После конца, после конца, после конца, после конца, после конца, после конца. Читер забанишь. Ты же администратор группы. Я тебе могу, в принципе, забанить всех, кто будет выше, да? Кто-то обыграл. Аня. Кому? Ну, если как-то сказать, на самом деле, меня порадовало ход салон, я ты, потому что мне не нравился это в четыре. Так. Ну, самологичный. Особого выбора у меня нет. То есть я должен идти на Е7. Или на А6. А это изученная позиция? Не, ну, такие партии были, но их было мало. В принципе, вариант Ф3 очень редкий. Кто сам, да, мой теоретик французской? Поймите. Нет, это не французская. Это только славянка. Через порядок ходов славянки. Ну, это французская. В французской нет, потому что пешка на Ф3. А, ну, Ф4? В Ф4 это очень логично. Но он решил воспользоваться положением пешки на Ф3 и сюда снова поставить. Никакого перехода нет во французскую? Ну, проверим. Видимо, нет. Понятно. Мы сейчас спросим его. База. Какие два шрока? Главное, нужно такая французская в Нижнем Новгороде. Комернидов, хорошо. Не, ну, 1-8. Четыре партии. 1-8 явно не до сборной России. Здесь такой клевый футбол. Такие скорости. Не, ну, сборная... В сборной России одна из... Вот там ход даже написано. Кто играл так? Ну, вот так играл Агдестейн со мной. А, вот ты чё ход. Петров. Какой-то Хоккинс 2-550 играл. 2-0-70. И два любителя. Так что, в принципе, у нас нет никакой информации по поводу этой позиции. Понятно. Поэтому, обратите внимание. Два сильных космейстера играли слон Е3. Два любителя играли Ф4. По-моему, вот Ф4 значительно сильнее, чем слон Е3. Не, ну, явно сильнее. Мне догадывает, что ему не нравилось. Ему не нравилось, что... Ему не нравилось, что здесь нет хода у белых. Хм, нет ухода. А сколько партий? Вон, смотри, сколько партий. Правда, сильнейший шахматизм 2-220. Не, ну, вон, черными нормальные пацаны были. Черными 2-370. Конечно, тоже. Может, 2-220 какие-то. Лада. Новикова. Какая-то, наверное, известная шахматистская. Маценко что-то знакомое. Ну, это это, Андрей Ли Сергей, наверное. Ну, а посмотри, как получилось у них от позиции. Да, и с Челябинской точно тот самый Маценко. А, нет, да, Вадим. Это 3-й. Подожди, как может и с Челябинской получится? Нет, Маценко турник в Челябинске. Нет, Е4, С5, С4, К6. Что за извращение вообще? Из Сицилианки может французская получиться? Нет, французская может получиться из Славянки. Вот это, по-моему, странно. То, что у Сицилианки это часто бывает еще. Ну, да. Ну, хотя бы иногда бывают такие переходы. Нет, интересно. И нет ухода, да? А с ним Е2 скромненько нельзя? Подожди, подожди. У нас вот это посидится. Вот, бери. А, ты без темпа получил? Нет, потому что если с темпом, то это совсем у Челябинска хорошо. Здесь вообще не о чем говорить. Прикольно. Без темпа другое дело. Без темпа, я думаю, что скорее у белых лучше. Понятно. Ого. Я об этом, как ты понимаешь, не имел никакого понять. Прикольно. Прикольно. Заделась моя партия. В общем, Крамник открылся. Ладно. Крамник. Ну, вот. Ну, идея с темпом, что в белом тяжелой ход сделать. Хочешь, чтобы пойти как-то в слон D3, но это пешка подставляет. У-у-у. Представляю. Ну, действительно, просто А3. А зачем А3 играть? Ну, чтобы на ферс Б6 куня А4 иметь. А, 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 атакница? Не допускаю слон Б4. Не допускаю слон Б4. Круто, круто. Я сыграл бы что-то вроде, не знаю, слон D7 или H5. Или у белого чуть лучше, или равно, наверное, чуть лучше у белого. Ну, слон D3 не то, чтобы совсем слабый ход, но чересчур умный. Он настолько хотел использовать выгоды положения пешки на F3, что в итоге оказалось, что выгод-то особых нет. Так. Какой-нибудь она пришел на F5. Теперь он намекает на то, что слон F2 хорошо стоит. Он столбикать странный ход, конечно, совсем не французский. Уже G4 хочется пойти. G4, коня потом как сбить. А-а-а. Ясно. Прикольно. Да, прикольно. Да, прикольно. Таких партий не было? Да, думаю, вряд ли. Крам не играл так? Нет. Крам не играет слабее намного. Ну, слон D5, но он понял, что проблема с пешкой D4. Некуда развиваться особо. Я ожидал ходу ЛДЦ1, если честно. Но он, в принципе, особо ничего не дает белым. В принципе, ЛДЦ1 слон D7 и слон на доход придумывать. Может быть, слон D5 не так и плохо. То есть, слон D7, и вот он, видишь, он пытается сделать вид, что F3 это так хорошо стоит, и теперь можно другую расстановку за белым выдумать. С конем на 2-2, а вроде как на D4 надежно защищено. Понятно, творческая партия. Да, но у меня есть подозрение, что он вземнул конь B4 ход. С идеей разменять слонов? Да, и не убежишь. Потому что обычно в таких ситуациях надо слон D3 играть. Но тут слон D3 под бой, очевидно. Поэтому приходится меняться. Вроде как французская, в которой черные поменяли своего ущербного основа, правильно? Да. Но с другой стороны, я дал много темпов, и я отдам еще один темп, потому что тебе конь на H4 не идет. Вынуждает играть конь B7. То есть, мне, на самом деле, радостно протекает эта партия, довольно интересно. Белый и черный уже ряд уступок совершили. Конь F4. Тоже спорное решение, но я не знаю, что предложить с другой стороны. Белые должны как-то воспрепятствовать ходу H5, потому что я хочу пойти H5. Ну и либо прославить короля, либо заставить поле F5 отдать. Поле F5, чем белый минут. Конь F3 или конь F4? Конь F4. Ну, конь срял конь F4. Конь F4 вообще выглядит более натурально. Но, видимо, ему конь F6 не нравилось. На ферзь D2, конь F4 все равно. Ого. Красиво. Ну, то есть, конь закрепляется пока. То есть, на основном, E3 вплоть до конь D3, G5. G5, но это же ослабление. Да. Ну, как-то... Иначе коня срабли. Нет, что, G5 побили, побили конь H5. Смысл? В смысле? Что происходит? Что происходит? Подожди, я возьму и H6 пойду. Не понял. Подожди, убери. G5. G5, кто играет? Черный. Конь висит. А-а-а, конь D3. Ясно. Так вот... А-а-а. Ну, так да. Не знаю вообще, что здесь происходит. Вообще, выглядит не очень убедительно, если честно. Подожди, а если на конь F4 просто два нуля сделать? Ну, или король F1. Что же вариант? Коня-то придется убирать. Ну, не так, кстати. Уже 5 все равно. Ну, слон E3. А, ты конь E2 пойдешь, да? Или как? Ну, как-то хреново уже стоит. Просто ладья D1 могу пойти. Хреново-то хреново, я аж 5 пойду. Ну... Еще согласен, хреново стоит. Причем абсолютно отвратительно. Видимо, конь F4 неправильно все-таки. Почему не удерживается там? С другой стороны, белые не грозят провести F4, да? Почему? Потому что я бы всегда беру на F4. Ну, брокировочку сделать нечего. Ну да, но у меня есть какой-то ход, который я мог бы попытаться... Ну, а какой ход-то? На F4. Ну, 2-0. В 4. В 4. Нет, ведь мне тут все покрыть о том, что надо забрасывать все-таки. Ну, тут как-то... А, тут я могу слона взять. Может, это и неплохо. Нет, это король F1. Король F1-то лучше для меня, чем 2-0 из общих соображений все-таки. Вот как-то... Кто-то, конечно, ты... У меня что, если я 3-3, ты пойдешь, да? Угу. Да. Ну, хотя тут можно просто уйти, я же тоже там потерял. Короля на 5. Просто... Куда уйти, в смысле? Ножи 6. Не, а что я добился? Как же 2. А как же 2-0? А как же 2-0? А как же 4-0? Ну, значит, аж 4-0. Нет, у меня будет ухудшилось. Рассажда, билл лучше. Убил лучше. Ну, не факт. Вот, в принципе, стратегически да, ну... Ну, как раз ничего не произойдет. Ну, какие-то идеи-то в черных нет особых. Ну, вот, смотри, если что-то где-то на пешку напасть. Ну, это не идея. Ну, фигурка висит. Может, это и не идея. Это чушь. А идея ее отдать, а потом поймать короля нет? Так, ладно. Нет. Да, Артем, я вижу, что у него через 25 минут, но это еще 25 минут. А что через 25 минут? Турнир, на Личессе, который идет в 2,5 часа. Мы же должны как-то занимать еще 5 часов на стриме. А зачем раньше этот марафон? Поддержку людей играющих в латышский гамбит? Да, видимо. Или бомбин. Растворитель. Все средства идут на... Извлечение этих людей. Извлечение. А вам кидают донаты? Да, кидают, наверное. У Кирилла управление. У Кирилла? Если кинут, я не буду знать об этом. Кубите Кириллу на отдых? Да. Я Кирилла затащил на картинг. Так подожди, вы уже виделись или нет еще? Он уже согласился, я имею в виду. Нет, вы не. А ты хочешь надругаться на один, да? Да. Поскольку ты бывший профессионал. Ну, я, да. Там, правда, такие унылые карты и такая узкая трасса, что это может особо не сказаться. Это знаешь, как шахматист-профессионал играет против полного начинающего, но в пешечный бой, без фигур. На узкой доске всего два. Да, доска два на два, например. Два на два доска. То же самое. Ну, я думаю, что у нас четыре имеет какой-то смысл. Пешка-то висит. Пешка висит. Надо ее защищать. Ну, это не шахматные, это какие-то нападайки. Да, ну, нападайки я просто отдам на F3, отдам на 1 и сделаю вид, что у меня контр-игра. Ну, и что, и не загнешься? Загнуть, может, а может, и нет, кстати. Ну, давай посмотрим, что было в партии. Как Никита смог обыграть в гроссмейстерах. Да, по них четыре, ну, такой неф четыре тоже ход хорош, да? Идея-то у него другая. Идея, что у тебя на коне уже есть, ну, куняш-5. И этот конь очень противно нависает. Потому что его, во-первых, не собьешь, а в трех он пешку G7 терроризирует. Хорошая партия, да. Пошел G6, поэтому. Я пришел. Мне кажется, эту партию можно детям показывать, потому что она нестандартная идея там развивает. Да, наоборот, такое нельзя детям показывать. Почему он разактически не петит? Ну, какие-то мысли тактические все время. А 3, конь G6? Я не уверен, что А3 ход правильный, конь на B4 стоит не очень удачно. Скорее всего, А3 ошибка. Вот это, скорее всего, это просто ошибка. И даже не точно стоит ошибка. Ну, вот он, понятно, он хотел каян D3 переставить, чтобы начать прыгать на C5, а конь на B4 этому мешал, но... Конь не нравится ход А3. Потому что он оставляет белые поля дополнительно. А у белых с белыми полями и так беда. B6, просто не пуская коня. H4. H5. И, в принципе, на это я считал, что у меня чуть лучше. Статегически. Копиот, правда, не разделяет этого мнения. Он пишет, что равно, а не даже плюс там 0.1. Но, по-моему, черным проще играть. Потому что мой слон в перспективе... Вот. То есть, наоборот. Не, стоп, ну, он G5 пойдет сейчас совсем. Он G5 пойдет? И зачем? Не будет его слона. Не будет его слона, как раз. Мой слон будет. Так что, Кирилл, вам кидают донаты? Киво? Донаты кидают вам? Ну, по чуть-чуть. Поскольку? Ну, я купить потом, в конце, я не знаю. Понятно. Кирилл Фрэлт. Я сейчас все расскажу. Он собирают 10 тысяч. И где-то 2 часа назад в процентном отношении 10 тысяч было собрано 9% или процентов. Ну, я сейчас скажу, сколько? 15 сейчас. Такая атака, здесь еще. Словно, собрано 1500 рублей. Средства куда идут? На встречу 2 раза. 2 раза. Ну, то есть, он будет бухать. Он будет бухать на эти деньги. То есть, да. Он же картинг стоит 500 рублей. Я мог бы его оплатить за Кирилл Фрэлт. То есть, на картинг идет? Ну, конечно. Кирилл Фрэлт стоит 500 рублей 10 минут. И 10 минут выше крыши. Там, потому что и гидроусердителя нет, действительно, и руки устают. Ну, это некрасиво. Нужно на... Нужды? Ну, конечно, на призовой турнир, на там еще что-нибудь. Это все будет. Сначала Кирилл пухнет, а потом это все будет. Да почему ты это взял? Я не знаю. Ну, это что ты это потрачешь? Вот скажи мне. Почему я? Ну, я на что? Вот скажи мне, на что я это... На эти деньги можно делать крутые вещи для канала. Ну, для группы. Можно, например. Ну, заплатить кому-то гроссмейстеру, чтобы он прокомментировал что-нибудь. Нормальный гроссмейстер не согласится. А ненормальный гроссмейстер, я ничем не хуже ненормального гроссмейстера. Играю в силу ненормального гроссмейстера. Надо копить на Гарри Кимовича. Ну, Гарри Кимовича не накопим. Не накопим? Ну, игра не стоит свеч, мне кажется. Нам нужно месяц круглосуточный на этого стримки. Он многого очень попросит, а... 15 минут Гарри Кимовича хватит. И он будет говорить про политику, чтобы Путин мудак. Тем более, да, пока накопим, уже выборы будут. Сколько стоит Гарри Кимович? Гарри Кимович бессценен. Да я уже Арт-Володии. Нам пишут. С шестью восклицательными знаками. А, это комментарии. Подмитчик 20 минут. А ты думал, что это такое? Тарака. Ладно, давайте досматриваем партию Б4. Обратите внимание, то есть Арт-Дестейн продолжает захватывать пространство по всей доске. Мне очень тесно, но... Очень на пользу черных играет то, что у них нет слона. Даже не то, что у них нет плохого слона, а то, что у них в принципе нет одного слона, значит на одну фигуру меньше на доске. Слон-Ж7. Ну, хоть выглядит странно, но мне нужно куда-то развиться в принципе на будущее. А второе, тут есть идея Ф6. Стоп, а почему бы не заставить его пойти Ж5? То есть слон-А6, а потом слон-Ж7. Так, а он не заставится. Не заставится? Не, кстати, Кирилл, это интересная идея стратегическая. Это намного лучше того бреда, который ты обычно предлагаешь. Ну, это коньерный эффект. Ну, это просто дело в том, что он как бы проигнорирует. Ну, он в Тверзе 2 пойдет. Я кажется, я даже рассматривал этот ход. Понимаешь, еще с ходом с Слон-А6 проблема, что он в какой-то момент может джаж побить. И я не смогу взять ладьей. А хотелось бы взять ладьей. Ну, в общем, ход Слон-А6 нормальный. Но слон-Ж7 посильнее все-таки, наверное. Потому что слон просто здесь красиво стоит, но он ничего не делает. А на Ж7 он выполняет какую-то функцию. А4, Ф6. Ф4. А с Ж4, ЛДА6. Черный появляется пункт Ф5, вечный. Ну, не вечный. А, почему не вечный? Конь Д1, конь Д3. Не, ну... Конь считается вечным, если его пешка не может... Нет, я не забыл. Ну, или, если его не может фигура сбить легко. Конь Д1, конь Краба, выручный. Б5, конь А5. В принципе, здесь я думал, что у меня огромный позиционный перерез. Потому что один конь идет на Э5, другой на С4, и у бедов нет ничего. Но компьютер был менее оптимистичен. Еф, слон-Ф6, конь Е5. Белые должны это делать, потому что в противном случае я все равно завожу одного на Э5, другого на С4, ладью на С8, и белый король начинает страдать. Петь, ты тут? Я тут, безусловно. Я думал, мы тебя потеряли уже. Он так в универе говорил преподам, когда они спрашивают, петь ты тут? Да, безусловно. Ладья-С8. Ну, в принципе, эти все ходы особо в комментариях не требуют. Ладья-С2, кстати, не факт, что сильнейшее решение. Это выглядит очень логично, да? Сначала пробросить ладью, а потом пойти к С4. Логично. С2, А5, Ф7. Вот вроде бы эта контрагра совсем не имеет никакого смысла, но все-таки король на Е8 довольно тяжело спрятать. Белые как-то силой продают, начнут давать шахи. Понятно, что я никогда не рискую получить мат, потому что один Ферзь не заматует. Вот вечный шаг вариантов там вырисовывал. Аж, Ладья-С6, Ладья-С8, Кероль-Д7, Ферзь-С3. Это куда? Ну, с идеей при случае прикрыть Ладья-С7, с идеей также прикрыть поле С2. Ну, что-то же Белым надо делать. А что по часам было? Ну, минут 5-7, у него надо 10 ходов, а минут 10 у меня. Ну, там 30-секундное добавление. Я скажу, что он очень сильный цветнул. Я же 8, Ладья-С1. То есть Белые хотят сменять все Ладьи. И... Ну, вот за счет ограниченного материала сделать ничью. Я так думал, в самом деле, видимо, он хотел победить в этой позиции. Понятно. Но он не слышал про преимущество двух коней, да? Не, ну тут как бы, даже если ты не слышал, об этом преимущество, чтобы посмотреть, что по лицу увидишь его. Ну, он же победить хотел. Да, но он всегда, в принципе, хочет победить. А, он наш парень. Да, он такой оригинальный, как-то. Фержа-6. И вот здесь я... Фержа-6, ну, в принципе, нормальный ход, но он немножко ловушечный, и он попался. Как же вот вы сайтально забило? Ловушечный ход грозит конь D4. Так, ну, мы про это. Это слишком тупо и примитивно, да? По виду черные должны маты ждать. И все эти конь D4 не грозит нифига, потому что... Я понимаю, что это шо. Сан D4, как за ты и речный шо. Как-то мат уже должен давать, нет? Черные. Да вот именно, что словно F2 как-то неожиданно много полей держит. В защите. А именно 3. Какой-нибудь D4 не проходит, да? 4 тоже. G3, 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 G4. А я А4 еще. Ну, А4, я толку мало, а вот D4. А, НС-4 будет мудр. Масканьца 3. Че? Хоть белый. А, хоть белый. Даже если бы вот черных так не сыграешь. Да, да, да. Я вообще не знаю, в чем речь. Даже если бы можно было так играть, то зачем? Ну, блин, конец. Если бы можно было бы, то концы, то их вот такой. А, ну, этого конец. Ну, да. Да. Конец 8, предлагаю. Че мне за честь? А, раз уж так пошло. Такая буква Г. Да. 3 на 2. Надо поиграть в такие шахматы. Да, это вроде Верблюд называется. Верблюд 4 на 2, я не помню. А, есть такие, да? Ну, есть. Там не только кони отличаются. Ферзе 8. Вот конь называется Верблюд. Ну, ферзе 8 сыграл. Это ошибка, решающая. Теперь найдите опровержение. Голубушка была, да? Да. Он намекает на то, что он съест пешку и, да, свечный шар, да? Он, в первую очередь, намекает, да, на то, что он съест пешку и... У нас нету шаха, понимаете? Да. Причем он 2 минуты продумал. То есть, он что-то, видимо, прикидывал, но что-то не то. Ну, можно теперь как-то найти? Не, ну, просто, видимо, Макони Е7. Других ходов нет. То есть, убежать на Е7? Я такое ощущение, что он просто забыл о том, что конь может назад ходить. Ну, да, он Верблюдок стал считать. Видимо, Верблюдок стал считать или Покон. Забыл, что конь умеет ходить назад. Ну, так-то ход немножко неестественный. Но... Ну, так я знаю, что выигрывает, что... Ну, можно было найти. И тут оказалось, что все. Если честно, я думал, что просто мотую. Потому что, посмотрите, ферзь отрезан, а я заканжу. И здесь он буквально на падающем флаге, за 3 секунды до флага, сделал... Очень сильный ресурс нашел. И вообще, я думаю, что если бы не контроль, после 40-го хода, я бы эту партию не выиграл бы в этом. Он сыграл кунь c5. Блестяще. И на bc, dc. И дал мне полную свободу действий с ферзем. Я подумал, минут 20, ты сдавал их в 30 после контроля. Зачем? Потому что искал, как дать мат. Стоп, ну, это все же очень просто. Ну, давай. Куда ты, ферзя? Ну, ты понял, извись на счет. Ну, ну, даже надо 3, тупо. Мы поиграем в игру, помогите Никите поставить мат. Да. Никита бы играл гроссмейстера, но мат поставить не можете. Ну, мы говорим. Ну, ферзь b1 в начале играл. Ладно, ферзь это маразм, потому что c6. Не, надо шаг ставить. Да, ферзь b2. Тут у меня выбора нет. Ферзь. У меня тоже выбора нет. Ушел на королеве в 1, к2. Конь b2. Конь b2. У меня есть выбор, находка. Я в 1,1. Тоже так, ну, ну, а... Почему так, так? Почему нет? Да нет, ну, конь с 4, теперь обратно. Круто. Он хорошо поставил. Ну, и что, мы ничего, 1,3. Подожди, а если ферзь f3. Ну, тоже, наверное, выбора нет. Руль е1 тогда. А тогда можно... Нет, с h1, нет. Это с h1, с h5. С h1, с h5, и потом съесть на е5. Ну, надо ли это? Еще раз? Ну, с h1 дальше. Потом с е2 на h5. И съесть на е5. С h5, это что? Да. Так? Не, е5 я не могу, не могу тебе позволить е5. Может, чего-то добились, конь-то 2. Вот давай единственный ход, который позволяет патендовать на то, чтобы чего-то добились. Ну, тогда король е2... А, не, нормально, играем. А что ты добился, с другой стороны, действительно? Конь f3. Смотри. Заразал. Ну, короче, да, ну, так можно бесконечно шахи давать. Вот я тоже смотрел, я был уверен, что я заматую. Ферзь и конь это лучшая связка. То есть я не мог поверить, после чего я не матула. Но я не матула. Действительно, мата нет. В общем, болевым усилием воли я взял на е5. Ничего себе. Допустил c6 и сдал этого коня. Такая мата действительно не было, да? Мата не было, да. Это первая линия по компьютеру. Железный друг не смог тоже найти. Сейчас я дам возможность убедиться. Может, нужно более мощное железо? Может быть, но я, честно, не говорил, желание осмотреть. Еще мощнее. Может, на Ломоносов внести? Ну, нет, мата. Ну, ферзь и 4, потом конь е5. Первая линия, это ничего не меняет. Понятно. Круто. Чувствуете, зрители, каким нужно железной силой воли иметь, чтобы пойти конь е5? Да, ну, шахи очень хочется, да. Это же просто нужно стальные яйца иметь. Ну, если честно, не очень пешит. Я видел же, скорее как. Две лишних пешки. Ну, блин, две лишних пешки. Это же... Открытая позиция. Их еще реализовывать 40 минут. Ну, в Близ бы никто конь е5 не сыграл бы. В Близ я тоже не сыграл бы. В Близ я, наверное, начал бы давать шахи. Я отчаялся бы и дал бы вечно. В Близ даже Харсон бы не сыграл бы. Скорее всего. Ну, хотя, может, он проанализировал эту позицию. Так, ну, на ССС ты скинул коней, дальше все было. Ну, да, я скинул коней. Если честно, дальше было не очень интересно. Я просто пролистаю. Ну, потому что эту позицию нечего комментировать. Она выиграла, но она требует, конечно, времени, чтобы выиграть. Ну, я думаю, Вова бы за белых таких 70% выигрывать. Ну, не в классику. Не у 24. Ох, у тебя он такой выиграл при мне. У меня он выиграл слоновой без пешки. Далеко не в классику. Разноцвет без пешки выиграл. Не, не разноцвет. Одноцвет без пешки выиграл. Вот это уже позиция выглядит так, что сейчас ССС встанет на линию, куда-то отскочит. Вот. Да. Здесь важно было увидеть, что я отступаю не на Д3. Хочется на Д3 пойти, правильно? А надо отступать на Б5. Здесь важно не заснуть от скуки. Не, мне было не скучно, если честно. Кирилл бы заснул бы. Да, здесь кое-нибудь дома. Кирилл бы ушел курить и не вернулся бы, мне кажется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...